Министр внутренних дел Словакии подал в отставку после ряда протестов. Напомню, на выходных в стране прошла крупнейшая за последние десятилетия демонстрации за убийство журналиста-расследователя и его девушки. Словакия требует отставки всего правительства. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Такого Братислава не видела почти три десятилетия со времен падения коммунизма. На улице вышли десятки тысяч людей. В руках плакаты с надписями «Иди в отставку» и «Стоп коррупции». Перезагрузить правительство, чтобы успокоить людей, неделю назад предлагал президент. Однако премьер Роберт Фитца отказался. Но после последних масштабных демонстраций все-таки отправил в отставку главу МВД. Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти из должности вице-премьера и министра внутренних дел. Еще неделю назад Роберт Калиняк говорил, что не покинет пост. Пока не собирается паковать вещи и премьер Роберт Фитца. Он возглавляет правительство уже 10 лет. Именно против его окружения и вел расследование молодой журналист Ян Куцяк, которого две недели назад нашли убитым дома вместе с его девушкой. Сейчас парламент обсуждает возможность выразить недоверие правительству. Мы собираем лидеров фракции, чтобы выразить рекомендации Национальному совету и решить, как действовать дальше. В таких ситуациях последнее слово за Национальным советом. Одно из обвинений в адрес правительства, которое прозвучало в расследовании убийства журналиста, махинации со средствами, которые выделял для Словакии фонд Евросоюза. Проверить, действительно ли были финансовые злоупотребления, пообещала Еврокомиссия. Оценила положение дел в Словакии и группа евродепутатов. По возвращению делегаты заявили, сомневаются, что словакскому правительству под силу расследовать убийство. И посоветовали премьеру отправить министра внутренних дел в отставку, что тот и сделал. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.